Родители школьницы, которая сломала позвоночник, требуют 200 тысяч рублей с коммунальщиков. По словам матери, дочь получила травму из-за халатности сотрудников местного ЖЭКа. Они не очистили территорию от наледи. В итоге школьница подскользнулась и получила серьезную травму. Подробности в репортаже. Перелом позвоночника, синяки и ссадины. Восьмилетняя Лиза не может самостоятельно сидеть и ходить. Такие травмы ребенок получил возле дома. Бабушка повела девочку и ее сестру в школу, но на урок Лиза не попала. Она не попала, поскользнулась и упала на асфальт. Когда Лиза упала и заплакала, говорит, что ей больно, я тоже вместе с ней заплакала. Я за нее боялась, переживала. Девочку увезли в травмпункт и врачи поставили страшный диагноз – перелом четырех позвонков и повреждение пятого. Нам нужно четыре месяца пока лежать в корсете. После течения четырех месяцев нам делают повторные анализы, снимки. Там нужно назначать массаж, бассейн и переодевать в другой уже корсет. Сейчас Лиза почти все время проводит в постели. Раньше школьница занималась хип-хоп танцами, но, видимо, теперь выйти на танцпол вряд ли сможет в скором времени. Мне нравилось учиться, там друзья все. Родители девочки обратились с жалобой в ЖЭК. Коммунальщиков обвинили в том, что они вовремя не убрали территорию. Впрочем, управляющая компания свою вину отрицает. Говорит, место, где поскользнулась Лиза, не относится к территории дома. А значит, убирать они ее не обязаны. Что хочу сказать. Только бюро делать. Всего доброго. Тогда родственники школьницы обратились в прокуратуру. Оказалось, территория многоэтажки была убрана не полностью, покрыта снегом и льдом. Служители закона потребовали с управляющей компанией моральную компенсацию. В прокуратуру района направлено исковое заявление в суд о возмещении морального ущерба в размере 200 тысяч рублей и материального в размере 14 тысяч рублей.